Азан.кз представляет Так как часть поклонений изучает фикх, мы не можем понять разум, как совершать даже простой намаз. Также мы не можем понять и узнать разум, пригодна ли вода для омовения, дозволена ли эта пища для употребления, а одежда для ношения. Обучиться всему этому мы можем только посредством изучения науки фикх. О важности изучения фикха Всевышний Аллах приемен в Священном Коране, а также это благословено из многих хадисов. Аллах, Субханхуа Та'аля, говорит в Священном Коране, в Суре от Тауба, Верующим не следует выступать в поход всем вместе. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они могли изучить религию и увещевать людей, когда они вернутся к ним? Быть может, они будут остерегаться. Также в Суре Аль-Бакара Всевышний говорит, он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом. В некоторых гриваятах от Ибн Аббаса Радалангу и от его ученика Мужахида, также некоторые ученые, такие как сподвижники, табиины и обладающие знанием, говорят, что мудрость, упомянутая в этом аяте, это фикх. Пророк Мухаммад, дабы салата Аллаха, приветствует в своих словах, сказал, Аллах приводит к пониманию религии того, кому желает блага, то есть дает возможность глубоко понимать, изучать науку фикх. Также в другом хадисе было сказано, что сахабы придут и спросят у пророка Мухаммада, о посланник Аллаха, кто является наилучшим из людей. Тогда пророк ответил, самым лучшим из людей является Юсуф, потому что он сам пророк, его отец пророк, его дедушка пророк. Его дедушка друг Всевышнего Аллаха, Ибрахим. Когда сахабы сказали, нет, мы спрашиваем не в этом плане, кто является лучшим среди нас, пророк, дабы салата Аллаха приветствует, ответил, Если вы были хорошими во времена невежества и джихилии, то вы будете так же хорошими и в те времена, когда придет ислам, когда придут знания, если и у вас будет правильное глубокое понимание факугу. Здесь слово факугу произошло от слова фикх, то есть подразумевается, что будешь лучшим, если будет понимание фикхи. Посланник Аллаха, салюллога и хвасалим, говорит, пока человек не познает полностью фикх в религии, то он не сможет совершать полноценное поклонение Всевышнему. Человек, являющийся ученым науки фикх, является лучшим мусульман, совершающих тысячи поклонений. Умару, да будет довольным Аллах, являющимся повелителем правоверных, придет человек из долины Шам. Умар, да будет довольным Аллах, спросит у этого человека, что привело тебя в эти края. Тогда этот человек ответит, я пришел, чтобы научиться ташахуду. Этот человек совершил долгое путешествие, преодолел много километров пути, ради того, чтобы научиться ташахаду во время намаза. Тогда Умар, рада Аллаху Ангу, стал плакать, пока его борода не намокла. Клянусь Аллахом, я искренне прошу, чтобы Аллах никогда не подвергал тебя мукам. Из этих слов Умара, рада Аллаху Ангу, мы видим, насколько важным является изучение науки фикх. Уважаемые братья, Джамаат, мы будем изучать фикх по книге «Ханафитский фикх и его доказательства». Автором этой книги является Асаад Мухаммад Саид Ассуғырджи Аддимашкой. Этот человек родился в 1942 году в городе Дамаск, в праведной семье. Обучаясь в школе, он брал уроки у великих ученых Дамаска. Он в основном совершал путешествия между Мединой и Дамаском, брал уроки у местных ученых, а также осуществлял преподавательскую деятельность, прочитав множество лекций в мечетях. В 1982 году он отправился в Медину, где начал преподавать мадресе, в котором обучали Корану. Вместе с тем он получал уроки у знатных ученых по иджазе, то есть по наукам Корана. В 1990 году он вернется в Дамаск, где будет преподавать в нескольких местных мечетях. Спустя некоторое время он снова отправится в Медину, и там же в 2015 году по воле Всевышнего покинет этот мир. По воле Аллаха мы начнем наш курс по его книге «Ханафитский фикх» и его доказательства. Пусть Всевышний дарует нам всем полезные знания. Аминь.